Всем привет! Итак, выборы в Госдуму прошли, и у Единой России снова парламентское большинство. Грустно? Немного. Но лишь потому, что мы, гражданское общество, не смогли предотвратить вбросы и фальсификации. Ну что, действительно радует, что ни о каком большинстве Единой России больше не идет и речи. За них проголосовало гораздо меньше воронежцев, чем нам объявили официально. И я вам сейчас это докажу. Начну, пожалуй, с того, что сделаю небольшую сноску. То, о чем мы будем сегодня говорить, не совсем выборы. Ведь выборы — это демократический инструмент, равные законы, права для всех, конкуренция и непредсказуемый результат до самого конца. У нас же ни одно из этих правил почти не работало. А значит, и выборами это называть нельзя. Но давайте посмотрим на результат. В самом Воронеже ни о каком большинстве Единой России не шло и речи. В некоторых районах разрыв между Единой Россией и КПРФ составил доли процента. Например, в Коминтерновском районе за единороссов проголосовали 30,5%, а за коммунистов — 30. В Советском районе это соотношение было 32 на 31. Самый большой разрыв был в Ленинском, и даже там Единой Россия набрала всего лишь 37%, а КПРФ — 27. Ну, то есть почти поровну. Но что это? Окончательные результаты показывают нам, что у Единой России около 56%, а у коммунистов — около 20. Как такое могло случиться? А все дело в том, что голосование это четко разбилось на две равные части. Голосование в городе и голосование в области. И они совершенно не похожи друг на друга. И это очень странно, потому что люди-то живут у нас одни и те же. Почему же они голосуют так сильно по-разному? Такого не может быть. Те же самые вопросы и по явке. В городе она 32,5%, а в области и 80, и 90. В среднем по итогу 52. Конечно, никаких 80% в области быть не может. Там традиционно голосуют гораздо хуже. Разбитые дороги, трудно доехать до участка, хозяйственные дела, много пожилого населения. Но сейчас я покажу, откуда эти голоса взялись. Смотрите. В Воронежском избирательном округе выдали 192 тысячи бюллетеней на участках и еще 46 тысяч вне помещений. Это голосование на дому. 19% многовато, ведь голосование на дому возможно только с письменного заявления голосующего. И обычно таких людей не больше 5-10% от общего числа избирателей. Но часто комиссиям сверху спускают списки от соцработников. Это списки пожилых людей. И члены комиссии идут к ним сами, а заявление пишут уже задним числом. Но как выяснилось, это еще цветочки. Посмотрите на итоги в области. Вот, например, Анинский район. 11 тысяч 502 бюллетеня выдали на участки и 11 тысяч 800 проголосовало вне помещения, на дому. Больше 50% от общего числа голосов это голоса с памфиловских пеньков. Ведь именно трехдневное голосование дало комиссиям возможность днями и ночами гулять по району и уговаривать людей проголосовать. Проконтролировать этот процесс просто невозможно. Даже если вы поставите наблюдателя, который три дня будет ездить с комиссией, он просто физически не успеет проконтролировать этот процесс на самом участке. А таких участков в области сотни. Такая ситуация во всех районах области. В Верхнем Омонске 30% голосов с улицы. В Хохольске больше 50%. В Репьевке 40%. В Лискинске 33%. И продолжать можно бесконечно. Итак, мы выяснили, что аномальные голоса это те, что выше 32% явки и 10% надомного голосования. И пришли они большей частью из области. Давайте на секунду представим, что эти люди проголосовали так, как и должны были. Так, как голосовали все остальные. А комиссии эти голоса честно посчитали. В таком случае это увеличение явки никак не повлияло бы на общее распределение голосов. И мы бы просто посчитали это какой-то региональной аномалией. Но это не так. А круга на Госдуму нарезаны очень необычно. Три округа лишь частично находятся в городе и один полностью областной. А теперь посмотрите на эти графики. Вот правобережный район. Голосование по одномандатным округам. На правом графике как раз отчетливо видны наши аномальные голоса. Область, которая выделена кругом, математически правильное распределение. При явке 30% они располагаются кучно. И коломенцев лишь немного уступает Чижову. Но смотрите, что происходит дальше. Направо тянется вереница зеленых точек. Это и есть наши аномальные участки. На них с увеличением явки увеличивается и процент голосов за провластного кандидата. А процент голосов за остальных уменьшается. То же самое в Анинском, Воронежском и Павловском округах. Обратите внимание, что на предыдущих трех графиках было много участков, на которых распределение голосов соответствовало математической модели и результату, который фиксировали наблюдатели. Это городские участки. Но в Павловском округе, который полностью находится за пределами города, даже этого нет. Кстати, именно там шел бывший губернатор Гордеев. Все дело в том, что в городе почти все участки оснащены КАИБами. Это комплекс обработки бюллетеней. В него просто невозможно запихнуть пачку. Вводить нужно обязательно по одному. Плюс почти на каждом участке по 2-3 наблюдателей от независимых объединений и политических партий. В области такого и близко нет. Наблюдатели сидят там для галочки, а руки у комиссии развязаны. В Воронежской области всего около 1 миллиона 800 тысяч избирателей. А значит, можно легко посчитать, что при явке 52% таких вот аномальных голосов оказалось около 380 тысяч. Сергей Шпилькин и движение «Голос» оценили эту цифру в 340 тысяч. И все эти аномальные голоса распределились неравномерно между кандидатами, а пошли конкретно партией «Единая Россия» и кандидатам от нее. И такую тенденцию можно объяснить только одним термином. Вброс. И неважно, сделанным во время обхода дворов или на участке. Но можно твердо сказать, что эти голоса нарисованы членами комиссии. И еще один важный момент. Обратите внимание на пике на зеленом графике. Это количество голосов на участке в зависимости от явки. Примерно так должен выглядеть график. Это, кстати, Украина. Есть участки, где голосов побольше, есть и где поменьше. У нас же больше всего голосов на участках с круглыми значениями явки. 80, 85, 90%. И большинство этих голосов как раз из аномальной зоны. Ну не может же быть так, что человек идет на участок голосовать, только если твердо уверен, что на его участке будет 80, 85 или 90% явки. Это абсурд. А объяснение тоже на поверхности. Почти на всех участках, где голоса рисовались, члены комиссии подгоняли явку под заданный результат. 80, 85, 90%. И так по всей области. Таким образом, у нас в области украли, вбросили, сфальсифицировали от 350 до 380 тысяч голосов. И все в пользу Единой России. Это около 40% от общего числа. Можно ли сказать, что выбранные депутаты представляют волеизъявления жителей Воронежской области? Конечно же нет. Без этих липовых голосов у Единой России коммунистов было бы примерно поровну. А единороссы Марков, Чижов, Пономарев вообще, возможно, не получили бы свои мандаты. После того цирка, что они здесь устроили, весь состав областной избирательной комиссии во главе с Ильей Ивановым должен отправиться в отставку. Для них просто нет другого способа себя обелить. И совершенно странно, что молчат партии и кандидаты, чьи права напрямую были нарушены. Это отличный повод подать на областную комиссию в суд. Но что же делать нам, чтобы не допустить этого впредь? Во-первых, обязательно ходить голосовать. Количество бюллетеней на участках ограничено и невозможно вбросить за того, кто уже проголосовал. Комиссии берут для этого неиспользованные бюллетени, отмечают в книгах тех, кто редко ходит или не ходит вовсе, и голосуют за них, сами понимаете как. Чем больше людей придет на участки, тем меньше возможностей для фальсификации мы оставим комиссии. Но, разумеется, это касается только тех выборов, где есть реальный шанс победить правовластного кандидата. И на этих выборах он был. Во-вторых, становиться наблюдателями. Очень важно защитить наши голоса. Практика показывает, что наличие даже не очень опытного наблюдателя на участке снижает риски фальсификации практически до нуля. Вот пример с выборов губернатора Кубани в 2020. Угадайте, на каких участках были наблюдатели. Поделитесь этим роликом со своим другом, который на выборы почему-то не ходил. Объясните ему, что депутат, который будет понимать, что стал им благодаря воле народа, будет точно работать лучше, чем тот, который стал им благодаря админресурсу. Мы, кстати, тоже скоро будем готовить наблюдателей, как только у нас появится свое помещение. Помогите нам сделать это быстрее. Пожертвуйте посильную сумму по реквизитам, указанным в описании или на нашем сайте. Мы работаем только благодаря вашим пожертвованиям. А сейчас давайте вместе сделаем вот что. Вот здесь нужно поставить лайк под этим видео и поделиться им в своих соцсетях с просьбой областной комиссии объяснить, откуда взялись эти 350 тысяч призрачных голосов и требованием отправить их в отставку. Подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на наш канал.